МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии. Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. 134 пожара. Спасатели проводят профилактические рейды. Федеральная практика в Чебоксарах проходит первая в этом году выездная стажировка для представителей регионов ПФО. Именем детства во имя детства в Чувашии стартовал ежегодный благотворительный марафон. Имущество, здоровье, а порой даже жизнь. Огонь губит все. С начала года в республике произошло 134 пожара, выросло и число жертв. Причина трагедии в основном человеческий фактор. Сотрудники противопожарной службы провели профилактический рейд в Чебоксарском районе. В целях снижения и недопущения пожаров мы проводим еженедельно профилактические рейды. Если используете печки, желательно пользоваться, чтобы печки были с автоматами отключения, терморегуляторами. Нет печки, нет. Из дома в дом с проверкой. По статистике, большинство пожаров происходит именно в жилом секторе. В зоне особого внимания неблагополучные семьи, одиноко проживающие пожилые и семьи с детьми. Сотрудники пожарного надзора разъяснили еще раз правила эксплуатации бытовых приборов, оставили памятки. Кран у вас свободный, так? Это 20 сантиметров. Вот по требованию должно быть 20 сантиметров от... Нормально, да? Да, нормально, то есть 20 сантиметров и 70 сантиметров по вертикали. То есть, чтобы сверху горючие вещества не накрывать, потому что они могут загореться. Сын курит. Не беспокоите? На балкон выходит он. По новым требованиям на балконах курить и разводить костры запрещено. Новые правила уступили с января 2021 года по постановлению правительства Российской Федерации. 134 пожара – это и гибель людей, и потеря имущества. Погибло 22 человека, к сожалению, из них трое детей. Огнеборцам спасено 12 человек, и при пожарах травмы различной степени тяжести получили 3 человека. Ущерб от пожаров составил порядка 4 миллионов рублей. Пожары участились из-за безответственности самого человека, то есть самого собственника. В частном секторе внимание сотрудников надзорного отдела было обращено на дымоходы. Традиционные печи на дыровах даже в деревнях сегодня встречаются все реже. Но банные еще никто не отменял. Соблюдение нехитрых правил убережет от угара и поможет получить максимум здоровья от банных процедур. Еще одна угроза – старая электропроводка. Нагрузка из-за чайников, стиральных машин, холодильников только растет, а вот мощности не хватает. Вот кухня в прошлом году и потихонечку, ну, по мере возможностей финансовых, если мы сами о себе не позаботимся, тоже о нас позаботятся. Ну, хорошо, что вот так приходите, хоть профилактику проводите, напоминайте с бытовыми проблемами. Все уходит на второй план, как бы. Мне очень приятно, спасибо. Мы рекомендуем в квартирах и частных хозяйствах, чтобы были огнетушители. К сожалению, не все домовладельцы следят за исправным состоянием печей, котлов, приборов. В таких случаях специалисты пишут предписания об устранении выявленных нарушений и обязательно проверяют их выполнение. Ведь соблюдать правила легче, чем устранять последствия пожара. Наталья Мальчикова, Дмитрий Салманов, Республика. Сегодня в Чубаксарах в торговом центре «Каскад» открылся пункт вакцинации от коронавируса. Он будет работать еще три дня с 14 до 19.30. Привиться можно всем желающим, если нет противопоказаний. Подробности в нашем сюжете. Страховой полис, паспорт, СНИЛС. Все, что нужно для того, чтобы пройти вакцинацию в торговом центре. Чего точно не должно быть. Противопоказаний. Вот сейчас только мы отказали мужчине, это температура 37 и выше. Это не должно быть хронических инфекций, в стадии обострения, не должно быть повышенного давления, как сегодня тоже было 180, и не должно быть в анамнезе тяжелых аллергических реакций. Остальное врач смотрит, осматривает, собирает анамнез и решает. В приоритете для вакцинации пожилые люди старше 60 лет и те, кто не переболел COVID-19. У тех же, кто столкнулся с опасным вирусом, иммунитет уже выработан, считают врачи. Ольга Владимирова на вакцинацию записалась по номеру 112, но вызов еще не пришел. Считает, что прием в торговом центре отличная возможность привиться быстро и без записи. Измерили давление, температуру, анкету оформили, все спрашивали, чем мы болеем, есть ли у меня болезни. Ну, надо вакцинироваться, надо. А вдруг заболеем? Мы уже в таком возрасте можем и умереть. Все может быть. Поэтому застраховать надо себя. Помещения для вакцинации оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами. Установлена специальная морозильная камера для хранения вакцины. За один день работы удалось привить 120 человек. Всего за 4 дня планируется вакцинировать 400-500 желающих. Ну, решил прививаться. Я считаю, что всем необходимо прививаться, беречь себя и окружающих. Те, кто прошли вакцинацию сегодня, должны повторить ее через 21 день, 11 марта. А пока соблюдать необходимые правила. Не переутруждаться, не принимать спиртное, не курить и проводить больше времени на свежем воздухе. Но не переохлаждаться. Ольга Алексеева, Георгий Кривошин, Республика. Временное решение проблемы. Мы уже рассказывали о том, что жители деревни Малой Отмене Красно-Читайского района испытывают нехватку воды. И вот стало известно, что ее будут приводить, исходя из потребностей. Сегодня доставили первую тонну. Теперь жителям не придется ходить на пруд. Глава сельского поселения выполнил предписание прокуратуры организовать водоснабжение, в том числе подвоз воды. Один куб взяли из Красно-Читайской централизованной башни. И так будет до тех пор, пока проблема не решится. Когда и в каком количестве нужно привозить воду, жители деревни будут решать сами. Следующий завоз ожидается в субботу, но уже в два раза больше, чтобы люди наконец-то смогли истопить бани. Сегодня в Чебоксарах стартовала первая в 2021 году выездная стажировка по программе «Федеральная практика». Два дня представители бизнеса, фондов развития и органов власти Приволжского федерального округа будут изучать инструменты поддержки промышленности и торговли по различным направлениям. Участниками выездной стажировки стали около 400 представителей регионов ПФО. Специалисты Минпромторга России, Росстандарта, эксперт Ассоциаций индустриальных парков, кластеров и технопарков. Различных фондов и агентств проведут тематические тренинги. Они расскажут об инструментах взаимодействия с профильным министерством и механизмах получения федеральной поддержки. Чувашия является достаточно промышленным регионом, потому что в экономике нашей республики промышленность составляющая достаточно большая. И здесь для нас является очень важным, конечно же, находить все новые и новые пути. С одной стороны, реализацию новых направлений. И другой вопрос – это интенсификация. Интенсификация решений, а это, несомненно, уже инновационные решения. Это решения, которые дают прорывные результаты. Речь идет о промышленном и технологическом развитии страны. Участники практики разберут конкретные ситуации, выявят главные проблемы и предложат решения. Это замечательно. Возможность общаться, получать информацию из первых уст. В такое тяжелое время для бизнеса еще раз, наверное, понять меры государственной поддержки, о которых мы не всегда действительно знаем, не всегда мы этим пользуемся. И сегодня нам дали право задавать и глупые вопросы. Поэтому обычно бывает из глупых вопросов. Возникают очень хорошие идеи. В принципе, иногда являются глупые вопросы потенциалом роста. Цель этой федеральной практики – именно донести до всех промышленников Чувашской республики, до всех, в данном случае, Приворского федерального округа, информацию о всех возможных мерах поддержки. И самое главное для Минпроматорга Российской Федерации – получить обратную связь о том, как эти мероподдержки используются, какие насущные проблемы есть. Как говорил один классик, идея, злодевшая массами, становится материальной силой. Для того, чтобы развивать промышленность, нужно, как минимум, знать, какие инструменты для этого есть. Сейчас существует более ста мер государственной помощи промышленным предприятиям. Но лишь некоторые из них известны и пользуются спросом. Правительство республики не скрывает, что главная цель стажировки – задействовать в экономике все меры господдержки. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Республика. Агрария и Чувашии закупили в два раза больше удобрений, чем в прошедшем сезоне. На складах продовольственного фонда республики хранятся 10 наименований минеральных удобрений. Это позволяет удерживать цены. Минпромторг страны подчеркивает, что цены на удобрения для внутреннего рынка сегодня ниже экспортных на 20-30%. Это позволяет полностью обеспечить потребность российского промышленного комплекса. Поставки удобрений в хозяйствах продолжаются в ежедневном режиме без выходных. В Чувашии открылся ежегодный благотворительный марафон именем детства во имя детства. Собранные в его рамках средства направляют на помощь малообеспеченным многодетным семьям, детям с ограниченными возможностями здоровья, на поддержку одаренных детей и развития спорта в муниципалитетах. Одна из подопечных структур детского фонда республики «Школьная волейбольная ассоциация». При поддержке фонда сегодня стартовал 11-й чемпионат лиги. Сегодня в центре развития маунтинбайка «Товарищеский матч». Встретились две женские команды по волейболу. Обе из новочебоксарской спортивной школы номер один. Хрупкие на вид девушки показали, что такое настоящий спортивный азарт. Школьная волейбольная лига Новочебоксарска считается одной из сильнейших в республике. Здесь воспитали немало именитых спортсменов. Вот и сегодня поддержать своих боевых подруг приехал самый титулованный спортсмен Чувашии по игровым видам спорта Илья Федоров. Он тоже делал свои первые шаги в карьере в новочебоксарской спортивной школе номер один. Илья в свои 18 лет серебряный призер чемпионата мира по волейболу среди молодежных команд 2019 года. Чемпион Европы 2020. Сейчас заканчивает Казанское училище Олимпийского резерва. Приехал поддержать девчонок, многих тут знаю, лично тренировался, тоже играл. И вот игры же поддержать, пожелать удачи на играх. Как тебе кажется, волейбол вообще развивается в Чувашской республике? Ну, потихоньку, раз такие мероприятия проводятся, думаю, развивается. И в дальнейшем было бы еще лучше, если бы так продолжал развиваться. Может быть, еще какие-нибудь юные звездочки приходили бы дальше, как и мальчики, так и девочки. Я был бы только за, если бы я, грубо говоря, не один такой был, который как-то раз в год, в несколько лет вылетел куда-то. А если так будет периодически кто-то выстреливать, думаю, это будет очень хорошо. Игра сложилась так, что победила дружба. Впереди еще целый сезон. Будет время отыграться. Школьная волейбольная лига – это только одно из направлений, которое на протяжении нескольких лет поддерживает региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Сейчас организация рассматривает и другие виды спорта. Такая системная работа дает очень колоссальный эффект. Во-первых, это более 16 тысяч детей, которые сегодня полюбили волейбол и систематически этим видом спорта занимаются. А во-вторых, есть звезды, которые стали мировыми известными людьми в спорте. В данном случае в волейболе и выигрывали, и чемпионаты России, и чемпионаты Европы. И, конечно же, вот эти все составляющие говорят о том, что вот такая организованная работа, объединение усилий, дает нам достигать очень важных, нужных и значимых результатов для развития страны через поддержку и через сопровождение отдельных конкретных людей. Данный фонд работает уже более 30 лет. В прошлом году в рамках марафона именем детства во имя детства собрано более трех миллионов рублей. Большая часть средств направлена на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сейчас присоединиться к марафону может каждый. Подробнее о способах помощи можно узнать на сайте фонда. Татьяна Трофимова, Георгий Кривошеин, Республика. На защите родных рубежей в выставочном зале Государственного исторического архива Чувашской Республики открылась документальная выставка, посвященная подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Основная часть экспозиции – документы, хранившиеся до настоящего времени под грифом «Секретно». Архивные записи свидетельствуют о тяжелых испытаниях, которые легли на плечи подростков, женщин и стариков. Ведь все мужчины были на фронте. Оборонительные укрепления возводили с помощью нехитрых инструментов – лопат, топоров и пил. Работа шла непрерывно. Сегодня есть возможность уже воочию увидеть документы, увидеть те масштабы в численном эквиваленте, в продовольственном, то, что люди смогли реализовать, смогли, наверное, взять на себя ответственность для того, чтобы отстоять рубежи нашей Родины. Небывалые морозы 1941 года стали дополнительным испытанием. Было очень холодно, все одеты плохо, а на обед лишь кусочек хлеба, который приносили из дома за пазухой, чтобы не замерз. Работа была адская. Так описывал то время в своих письмах участница строительства Любовь Егорова. Работу архивистов, историков переоценить очень сложно, потому что именно только достоверная информация должна служить основой для книг, основой для написания литературных произведений. И сегодняшние документы, которые опубликованы, архивисты проанализировали более двух тысяч личных дел. И выбрано почти 430 документов, более 50 из них уже оцифровано. Они станут достоянием широкой общественности. Здесь подробно задокументирован весь ход работы от самого начала строительства до его завершения. Но в архиве хранится еще немало сведений о сурском и казанском рубежах. Выставка будет работать до конца года. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Сергей Копеев, Республика. В Чувашии вовсю соревнуются участники чемпионата WorldSkills Russia. Наша съемочная группа заглянула на одну из площадок в Чебоксарский профессиональный колледж имени Никольского. Там проходят соревнования сразу нескольких компетенций. Георгий Георгиев просто не представляет свою жизнь без музыки. Но он абсолютно уверен, что его призвание не просто выступать на сцене, а приобщать к искусству детей. В школе я занимался музыкой, она мне очень нравилась. Вскоре я понял, что хочу стать учителем музыки и поступил в Канарский педагогический колледж. И вот теперь я здесь. Мне кажется, что участвуя здесь, главное не победа, а участие. Это большой опыт. Преподавание музыки в школе. В этой компетенции участники соревнуются по шести модулям. На выполнение всех заданий участникам дается три дня. Оценивает не только профессиональные навыки, но также хард-навыки называется, но и также и скилл-навыки, которые показывают, насколько ребята умеют настраивать общение с волонтерами, потому что у них несколько заданий есть, которые они выполняют именно с волонтерами. Также очень много цифровых модулей сейчас они демонстрируют. В соседнем кабинете показывают свои навыки участники направления дошкольное воспитание. Вы почему нарушаете? Здесь нет знака пешеходного перехода. Вот он совсем рядом. Простите, я на том спешу, опаздываю. Я больше не буду нарушать обещания. Я пойду, что вам не штраф. Как вести себя на дороге, дорожные знаки и их расположение на проезжей части? Ролевую игру безопасность дорожного движения для дошколят демонстрирует Анастасия Семенова. На выступление дается всего 15 минут, а готовилась Настя к чемпионату не один месяц. В прошлом году я работала на этой же площадке в качестве волонтера. Мне очень понравилось, и вот поэтому в этом году я здесь в качестве участника. Выступление я свое оцениваю хорошо, положительно. Было волнение, ну, в принципе, это как всегда, но все было хорошо. Удачно выполнила задание чемпионата и участница направления физической культуры, спорта и фитнес Анастасия Петрова. Обе девушки представляют Чебоксарский профессиональный колледж имени Никольского. Мне понравилось мое выступление, но не так сильно, как хотелось бы. У нас проходит в школе практика, мы подготавливаемся каждый раз к данному занятию, модулю. Сильного волнения такого не присутствовало. Разминка, сдача норматива в занятия каким-либо видом спорта. Так выглядит классический урок физкультуры в школе. Виды спорта меняются, но урок всегда начинается с техники безопасности. Все колющие и режущие предметы убрать, в футболке заправить, девочкам волосы завязать, шнурки завязать и прятать. Очень много критериев. Такие важные критерии, как санитарные, гигиенические требования, обязательно к внешнему виду участнику. Подготовлены они методически. Хорошо ли ведут уроки. Всего более 500 участников нашей республики демонстрируют свои навыки в 54-х компетенциях. Кто станет лучшим в своем направлении, мы узнаем уже 20 февраля. Юлия Важенина, Маргарита Мельникова, Юрий Марков, Республика. РСО для всех в ДК ЧГУ отметили День студенческих отрядов. В этом году региональному отделению исполняется 20 лет. В местных студотрядах работают более 55 тысяч студентов. Кто-то попробовал себя в роли бойца один раз, кто-то сделал это частью своей жизни на время учебы в ВУЗе. Ребята строят, собирают урожай, занимаются с детьми, оказывают медицинскую помощь, ведь это отличная возможность заработать, набраться опыта, приобрести необходимые знания. Наконец, найти друзей в разных уголках нашей страны. Я работаю на протяжении уже 4-х лет. Это дало мне очень много путешествий. За 4 года я побывал и в Крыму, и в Москве, и в Уфе, и даже на Камчатке. Пошел я туда, потому что хотелось найти новых друзей, новых эмоций, новых ощущений, ну и, конечно же, заработать денег. Куда без этого в студенчество? Бойцами студотрядов ребята становятся в летние каникулы. Среди них есть и те, кто уже имеет постоянную работу, но успевает совмещать ее с деятельностью в РСУ. По традиции в этот день объявляют ежегодный набор молодых людей в студотряды. Желающих, как всегда, немало. Уже известны и направления педагогическое, сервисное, строительное, сельскохозяйственное. Готовить будут и отряды проводников. Активные участники регионального движения студотрядов удостоились специальной стипендии за особую творческую устремленность. Ульяна Пятакова, Юлия Дюкова, Александр Атяков, Республика. Это главные новости Чувашии к этому часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова